220 семей найдены и ну наверно 50 семей бывали здесь на кладбище. Эти моменты, конечно, очень трогательные, через 75 лет вдруг человек, который был пропавший, близкий человек, он здесь лежит и вдруг можно с ним или даже познакомиться, потому что дети, они их отец даже не знали часто и можно, конечно, сразу и, ну, как сказать, это и последняя встреча обычно, потому что они здесь один раз бывают и поэтому очень много эмоций, очень трогательно и очень важно, я так понимаю, для них, что наконец-то эта трагедия закончится, наконец-то они знают, что случилось, знают, где он и куда он попал и этот конец, это очень важно для них и для меня это, наверное, самый главный цел моей поисковой работы. Я родился в Амерсфорте, вот, ближайший город и жил, как, ну, как ребенок в Лёстене. Когда я был студент, я участвовал в обмене программы и я попал в Москву и влюбился и поэтому у меня был энтузиазм и когда мои коллеги на редакции газеты услышали, что я был в России и, ну, у меня там энтузиазм появился, они сказали, что есть в нашем городе кладбище советских войн и я был в шоке, как это может быть? Во-первых, что есть такое кладбище у нас, ну, особенно, как может быть, что я это не знаю, но это же не маленькое место, это не простое место. Почему никто мне это не сказал? Почему никто это не знает? Мои друзья это не знали? Я это не знал. И я понял, что это совсем забытие места и что никто не знает, кто эти солдаты. И я сразу чувствовал, что это неправильно, так не должно быть и их родственники должны не знать, что их отец лежит здесь. И поэтому я начал искать информацию сначала, начал попробовать узнать их идентичность, а потом я начал искать родственников. И это я не ожидал, конечно, что когда я первый раз здесь попал, сюда попал, что я 23 года буду заниматься поиском мертвых людей, но, в конце концов, они уже не мертвые, они стали живые, потому что сейчас мы знаем, кто они. У них есть история, у них есть семья, у них есть фотография. Мы сейчас знаем, кто они, живые люди, и родственники особенно, до сих пор живые люди. Я это не делал для них, я делал это для родственников, которые ждут до сих пор. И это больно, и это неправильно. Как они сюда попали? Здесь, недалеко отсюда, был лагерь, лагерь Amersfoort. И туда попали 101 советских воин, которые немцы сюда отправили, чтобы нам, голландцы, показать, какие нижние люди, унтерменшин, этой азиаты, которые из Советского Союза. Немцы верили, что мы еще выбираем их сторону, и что голландцы готовы воевать с ними. Ну, эта пропаганда не очень удачно была. К сожалению, эти 101 здесь все умерли, 24 умерли в лагерь, и 77 расстреляли немцев 9 апреля 1942 года. И поэтому вот эта большая трагедия, это начало этого кладбища. И после войны строили вот это советское поле славы, и сюда перезагранили и другие солдаты, которые лежали где-то в Нидерлавных. И большинство жертвов в войне здесь военные плены. Всего здесь 865 жертвов в войне, ну, почти 800 их военные плены. Это другие солдаты, они умерли в разных местах в Германии, даже далеко отсюда, даже в Лейпсихе, например, в Хала. Но много их умерли в Рургабите, и американцы их привезли в больницу, потому что они заболели. И, к сожалению, они умерли, и американцы решили их не загранили на территории Аврага. Они привезли их в Нидерланды, и так они, в конце концов, попали сюда, на советское полиславие. Не, want, ik, ik studeer zelf ook wegziennis van de Sovjet-Unie. О! Dus, ik vind het een erg interessante plek ook. Ja, dat kan ik me voorstellen, dan, ja. Ja, anders, ja, ik heb geen kaartje bij me, maar, eh, als je Sovjet-erreveld.nl, ofzo. Ik ben remkauld, dan vind je mij ook wel? Ja, dat is een kladbisje, terwijlijke Nederlandse, een mogelijke 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 Niderlandse, de ministerie van de oorlog. Dus, dat is een kladbisje van het kladbisje voor de Совets-erreveld. En ze ze bedoven, toen ze het kladbisje ontkild in 1948, dat we altijd het ons doel heeft om het kladbisje ontkild. Сначала здесь поставили просто камень и номер, и ни фамилия, ни имя, ничего. А в 1972 году по иначативу посолства Советского Союза здесь поставили камень, и там была фамилия, имя. Но очень много ошибок, потому что никто не знал, кто они. И нет отчества, и нет даты. Все могили, которые сейчас видно, это новые, совсем новые. Вот эти могили делали год назад, вот эти два года назад. А последние, которые видно там, мы делаем в этом году. Значит, в этом году реновация будет совсем готова. 18 ноября заново открываем официально кладбище. Здесь видно новый камень, фамилия, имя, отчество без ошибок, и дата рождения, точные даты рождения, и дата смерти. И здесь лежит Петр Бельянский, он из Ростовской области, не Клиновский район. И родственники найдены, были здесь на кладбище. А там, в старой могиле, там написано просто фамилия и имя, и очень часто ошибки. Он, если я не ошибаюсь, умер в Люденчайде, город в Германии. И, конечно, он сначала попал в плен. У него была семья в Синявской деревне, в Неклиновском районе Ростовской области. Когда я их нашел, все дети были еще в живых, дочери на детстве и Нина, и сын Павел, если я не ошибаюсь. Это были очень приятные моменты, когда мы были вместе, потому что они чувствовали, как патриарный отец, но нашли новый сын, когда я там бывал. И это было очень трогательно и больно, но и красиво, и приятно. И я очень рад, что родственники Бельянского, Петра, сейчас узнали, что он здесь, на мы, и мы его не забываем. И мы были в Синявской деревне, что мы нашли в Синявской деревне. Это очень красивый, да? Да, это красивый. Да, это очень красивый. Я думала, что мы сейчас опять идем дальше. Да, красивый. Я уже оставил все данные в комментариях, я думаю, что... Я не видел, думаю. Не очень. В этот день я видел. Для Звездных людей, это очень трудно читать название на стене, потому что мы называем это абакадабра. Для нас это не читать, но когда вы сюда приходите, я могу читать название Алексей, и это не так трудно читать, но некоторые названия, это для нас не читать. Когда у нас есть один из храмов, и у нас был дателем, я не знал, когда. Но когда у нас есть информация, правильный название, правильный дателем, он был дателем, он был дателем, он был дателем, он был дателем. У нас есть респект? Он всегда сказал, что я был дателем, но в прошлом, и я был в Либанон, и я сказал, что я хотел дателем, потому что много людей забрали, что без Советских солдат, я думал, что война никогда не закончилась. Мы здесь не хозяин, я здесь не хозяин, мы не делим уход. Это делают власти Нидоландов, но основное никто не делал, ни власти России, ни власти Нидоландов. Значит, информация о солдатах, идентичность узнать, искать родственников, организовать мероприятия, фотографии на могилах, программа могилы Потаперка, люди, которые сейчас, у них есть свой солдат, они не забывают его. Все эти забытия, это мы делаем. Мы, это сначала был я один, как исследователь, сейчас уже целая организация, фонд Советской Полиславы. У нас есть 30 волонтеров, которые постоянно помогают, и есть больше 700 людей, которые нас поддерживают. Это финансовая помощь, но это и помогает, когда поставим цветы на могилах, свечки и другие мероприятия. Поэтому у нас есть база, там, ну, фундамент, и люди хотят знать, что есть такое место, и есть эти солдаты, которые здесь лечат. И они не забывают, это самое главное. Если люди хотят больше знать, лучше нам писать, потому что у нас есть своя база данных. И мы, конечно, знаем и контекст, мы понимаем историю, они просто данные, мы можем рассказать, что случилось. Поэтому ищем до сих пор семьи, конечно, и список есть на нашем сайте, например. У нас есть еще очень главный цел, большая амбиция, но до сих пор все, которые... Люди всегда сказали, это невозможно уже, это уже ничего не осталось, но все было успешно. В России на Кинайдене идентичных солдат мы узнали, но сейчас еще один большой план, это строить центр подсветителей. Очень надеемся, что там можем рассказать их историю постоянно на этом месте. И мы работаем сейчас, чтобы организовать этот план. И я наблюдался... Чем чего? ATOR